Подведем итог. Что нам нужно для того, чтобы построить и настроить нашу первую нейронную сеть? Во-первых, мы должны определиться с архитектурой нейронной сети. Напомню, что архитектура нейронной сети – это в каком порядке, какие нейроны как определены. Поскольку мы уже с вами рассмотрели граф вычисления, я должен отметить, что это аналогично заданию графа вычисления. Кроме этого, нам нужно определиться с функцией потерь. Напомню, что функция потерь – это дифференцируемая функция, которая показывает, насколько хорошо мы решаем поставленную перед нами задачу. Далее нам нужно определиться с методом оптимизации. Метод оптимизации – это как мы будем крутить ручки, то есть настраивать параметры нейронной сети, зная производную функции потерь. Кроме этого, очень полезным будет еще и подобрать метрики, при помощи которых мы будем следить, насколько хорошо обучается наша нейронная сеть, и насколько хорошо она справляется с поставленной нами задачей. Опять же, возвращаясь к дифференцируемости, нужно отметить, что метрики, в отличие от функции потерь, могут быть недифференцируемыми. Продолжение следует...